Вы хотите здоровые и блестящие волосы, как в рекламе, но после зимы они сухие и тусклые, как пакля. Только сегодня мой новый эксперт, звездный мастер-парикмахер, стилист и визажист, настоящий профессионал своего дела Елена Мельник раскроет эксклюзивный секрет процедуры по восстановлению волос, которым пользуются все звезды. Встречайте! Елена, здравствуй! Привет, Надюш! Олена Мельник – проведенный фахиват из стиля и визажа телеканала СТБ. В последние 10 лет она współpracировала с популярными вечеринами телешоу «Битва экстрасенсов», «Танцуют все», «Куб», «Детектор брехни» и «Феномен». За этот час Олена создала образы для Веры Брежневой, Надеи Мейхер, Анастасии Заворотнюк, Дмитра Нагиева, Эвелине Блюденс, Эктора Хименеса Браво, Сергея Притуле, Олександра Педана, Даны Борисовой и Сергея Зверева. Леночка, готова поделиться своими профессиональными тайнами? Конечно, тем более, что проблема, о которой мы будем говорить с тобой, знакома каждой женщине. Сухие, тусклые, поврежденные волосы, которые портят весь внешний вид. Но не волнуйтесь, спасти волосы можно. Есть процедура, ее делают во всех модных салонах красоты. Ее обожают наши звезды. Рассказывают, хвастают, показывают результат. И, честно скажу, эффект потрясающий. А называется она масляное ламинирование. Но раз это делают в салонах, наверное, это безумно дорого. Надюш, да, достаточно дорого. Но сегодня у тебя я покажу, как это сделать дома быстро и дешево. И результат я продемонстрирую на ком-нибудь из твоих гостей. Девочки, у вас есть уникальный шанс. У кого тусклые волосы и ломки, кто недоволен своими волосами и кто хочет это исправить? Вот вы, пожалуйста. Как вас зовут? Настя. У меня большая проблема с волосами, тем более с приходом весны, когда я этого особо не ожидала. После зимы они начали лохматиться, пушиститься. Тем более мы все используем утюжки, плоечки. Я не исключение. В общем, дошло дело до того, что я их даже готова подстричь. Настенька, идите к нам, будем спасать ваши волосы. Сейчас вы увидите результат. Сразу же? Результат виден сразу. Это еще один большой плюс этой процедуры. Объясню, как она действует. Эфиры и кислоты в составе масел, они как кирпичики заполняют поврежденный волосок. У вас пористые волосы, у них как раз чешуйки, это верхний слой волоса, располагается так, что между ними есть пространство. И вот как раз масла заполняют это пространство, тем самым как бы спаивают наш волосок, он становится более плотным и упругим. Нам нужна одна столовая ложка желатина, как раз он помогает восстановить поврежденный волосок. Затем три столовые ложки теплой кипяченой воды, 50 миллилитров кокосового масла, оно и питает, и восстанавливает, и блеск нашим волосам придает. Потом нам нужно две капельки масла иланг иланга, оно как раз дает эффект спаивания волоска. И еще одна капелька масла лаванды, оно помогает и питать, и всем этим компонентам глубже проникать в наш волосок. Итак, для начала нам нужно залить желатин и заливаем водичкой три столовые ложечки. Водичка должна быть теплой, хорошенько перемешиваем. Но, Надюш, чтобы мы не тратили здесь время, я принесла уже готовую желатиновую смесь с собой. Теперь нам нужно наше кокосовое масло растопить на паровой банке. Настя, а какими вы способами пытались решить эту проблему? Это была долгая эпопея, начиная с салонных методов до простых бабушкиных средств. А почему именно сейчас? Понятно, что женщина всегда хочет великолепно выглядеть, иметь шикарные волосы. Но вот именно в этот момент наша с вами встреча состоялась, и вы пришли, зная, что мы сегодня будем об этом говорить. У меня предстоит грандиозное событие, это моя свадьба, и потому очень уместно, чтобы были шикарные волосы, как никогда. Но поскольку Лена говорила, что эта процедура оказывает эффект буквально с первого применения, то я думаю, что вы успеете перевести волосы в идеальное состояние до самого торжественного дня в вашей жизни. Очень бы хотелось. Итак, наше масло готово. Теперь сюда мы добавляем все остальные масла. Берем масло иланг-иланга, две капельки, и масло лаванды, одна капелька. Нужно строго по инструкции, потому что это эфирные масла, и они могут дать и раздражение, и аллергию, поэтому с ними нужно быть осторожными. Так, теперь мы все это хорошенько перемешиваем и добавляем желатиновую смесь. И теперь нужно хорошенько перемешать, чтобы все компоненты соединились. В принципе, у нас все готово для нанесения. Как правильно наносить эту смесь? Я советую делать это руками. По всей длине волос нужно, чтобы каждый волосок был как укутан масочкой. Скручиваем наши волосы, обматываем полиэтиленовой пленкой и сверху одеваем полотенце. И так нужно 40 минут выждать, пока наша масочка впитается. Настюш, готова? Да. Отлично. Тебе сегодня повезло, Леночка сама это для тебя сделает, а мы заодно посмотрим, как это сделать идеально, правильно. Дабы не вымазать нашу красотку, давайте я поухаживаю. Настенька, расскажите о своем избраннике. Его зовут Евгений. У нас очень интересная история приключилась. Встречаемся мы по факту всего полгода. Да. А знакомы 25 лет. А как это может быть? Потому что мы были в садике вместе. Боже, какая прелесть. Это точно первая любовь. Вот. И я переехала в Киев из своего родного города. Полгода назад мы встретились, начали встречаться и вот решили пожениться. А вы целовались в детском саду? Потому что я вот помню свой первый поцелуй. Это был Стасик, блондин. Мне тогда казался очень сексуальным. Хотя еще не знала такого слова. И мы целовались в детском саду с ним. Было дело, было. Мы совершенно с пятилетним возрастом не изменились. Что вы, что вы. И таким образом. Настя, но есть такое ощущение, что ты ждала его практически всю свою жизнь? Есть такое ощущение, потому что... Так и есть. Да. Да. Что уж там скрывать. Да. Леночка, а кому из звезд ты делала вот такую спасительную процедуру для волос? Почему-то сейчас вспомнилась именно момент. Я работала на шоу «Феномен». Это был масштабный проект. Это были прямые эфиры. И вот один участник, он у нас был такой мачо-блондин с длинными волосами. И как-то вот раз неудачно вот покрасили его в салоне. Пошел он какими-то желтыми пятнами. И он почему-то, ну, решил сам это исправить. Захожу я в гримерку. А сидит мой красавчик-мачо. Да, с длинными волосами, но сиреневого цвета. Волосы собрала в хвост, забрызгала. Такая краска есть в баночках, в баллонах. Белой этой краской для волос. Закрасила прямо. Закрасила. Молилась, сидела весь эфир. Конечно, все прошло хорошо. Никто из зрителей не заметил, не догадался. Но волосы пострадали. Потому что, ну, это такой для них был стресс. А через неделю снова прямой эфир. И эту всю неделю я пыталась восстановить эти волосы. И хочу сказать, что вот масляное ламинирование действительно помогло. И волосы восстановились. И уже на прямом эфире следующем он был снова красавчиком, блондином с хорошими волосами. Слушайте, ну если эта процедура спасает после таких нагрузок, то я думаю, что нашим с вами волосам точно поможет. Дома вы, конечно, можете еще и кулек, так эффект будет еще более виден. Но сейчас мы вам сделаем просто сверху полотенечком. Договорились. Настя, вы знаете, что вы такая красивая девушка, которой даже в полотенце можно замуж выходить. Такое личико. Спасибо большое. Вообще, во время нанесения этой маски для волос не было дискомфортных ощущений? Может, она как-то неприятна? Совершенно никаких. Совершенно. Тем более, я видела все ингредиенты, и очень спокойно и комфортно. Я думаю, настолько спокойно и комфортно, что можно сейчас по чашечке кофе выпить. Правда? Конечно. С удовольствием. Нес-кафе классик. Все начинается с Нес-кафе. Леночка, я уверена, что при твоем огромном опыте работы со звездами были какие-то забавные ситуации. Может быть, даже можешь какие-то секретики нам открыть? Работала со многими звездами. И с каждым по-разному. С кем-то легче, с кем-то сложнее. Ну и ситуации бывают разные. Вот, например, с Верочкой Брежневой с ней очень легко работать. Она красотка от бога. У нее прекрасные волосы. Но вот была ситуация, когда ее рейс задержали перед концертом. И она влетела в гримерку ко мне за минут 10 до начала. Я поняла, что паниковать нельзя. Расческу в руки, стайлинг, немного магии. И вовремя мы успели. Она вовремя вышла на сцену, блистала и радовала своих поклонников. Ты знаешь, я представляю, как она тебе была благодарна. Потому что очень важно же артисту комфортно чувствовать себя на сцене. Да, это важно. А тут 10 минут, и она спасена. Кстати, до спасения волос Настеньке остается тоже не так уж много времени. Сколько минут будем держать маску? 40 минут. Потом мы убедимся в том, насколько эта процедура эффективна. И еще что самое приятное, что эти 40 минут вы можете заниматься своими делами. Убирать, готовить, там с ребенком играть. И при этом вы делаете весомый вклад в свою красоту. Я это очень понимаю, потому что я мама, и как сложно дома находить время на себя. Так что ваши волосы вам скажут спасибо. Для процедуры масляного ламинирования нам понадобится кокосовое масло, масло иланги-ланга, масло лаванды, желатин и вода. Воду смешать с желатином и дать настояться 20 минут. Кокосовое масло растопить на водяной бане и смешать с остальными маслами. Добавить масла в желатиновую смесь и тщательно перемешать. Нанести на всю длину волос, завернуть полотенцем и держать 40 минут. Затем тщательно смыть теплой водой. 40 минут прошло, и вот уже Настенька перед нами с красивыми волосами. Я уложила волосы совершенно без никаких укладочных средств, просто феном, как я это делаю дома, обыкновенно. Но внешне, конечно, заметна разница. Волосы гладкие, блестящие, имеют здоровый вид по вашим ощущениям. Волосы просто шикарные, спасибо огромное. Эффект шедевральный, я не ожидала. Волосы шелковистые, они настолько живые. Настенька, я надеюсь, теперь у вас даже мысли не появится, стричь волосы. Они у вас в прекрасном состоянии. И, пожалуйста, не хватайтесь сразу за ножницы. За свои красивые волосы стоит бороться. А как часто можно делать такую процедуру для волос? А то мы женщины такие, как узнаем что-нибудь хорошее, так нас не остановишь уже. Никаких ограничений нет. Просто ваши волосы впитают ровно столько, сколько вам нужно. По моему опыту, эффект длится где-то недельки три. То есть один раз в месяц вам будет достаточно для того, чтобы ваши волосы выглядели здоровыми, ухоженными и красивыми. Спасибо тебе огромное, Леночка, что ты поделилась своими профессиональными секретами. Спасибо. Спасибо. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok